Существует место, где культура, развлечения и прогулки по просторному зеленому парку идут рука об руку, место, в котором архитектор по имени Матвей Казаков спланировал и построил дворец по дороге из Москвы в Санкт-Петербург для Екатерины Великой. В 1928 году состоялось торжественное открытие стадиона «Динамо», который придал парку отчетливую спортивную направленность. Теперь, в 2010 году, архитекторы Эрик Ван Эггерат и Михаил Пасохин из «Моспроект-2» продолжают и совершенствуют давнюю традицию объединять в Петровском парке спорт, культуру, парк и развлечения. Находясь в непосредственной близости от основных городских магистралей и линии метро, Петровский парк и его новая ВТБ-арена будут иметь самое удобное расположение, чтобы радушно принимать всех, кто живет, работает или посещает Москву. Чтобы способствовать развитию нового проекта, большая часть торговых помещений размещена под землей в непосредственной близости от метро. Основные наземные функции. Большая спортивная арена и универсальный спортивный зал расположены бок о бок внутри исторического периметра стен, величественно возвышаясь над своим предшественником и сохраняя уникальный исторический парк столицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти арены высочайшего уровня обеспечивают возможность огромного множества внутренних конфигураций для многоцелевого использования, что позволит им функционировать круглосуточно 7 дней в неделю на протяжении всего года. Летом и зимой, весной и осенью эти площадки создают для Москвы дополнительные возможности культурного досуга, спорта, торговли и развлечений с удобствами и комфортом, отвечающими всем современным требованиям. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Существует место, где культура, коммерция, спорт и прогулки по просторному зеленому парку идут рука об руку. Это ВТБ «Арена в Москве». Проект разработан архитекторами Эриком Ван Эггератом и Михаилом Пасохиным.